он видите вот там парковочное место а значит на парковочном месте ну там приехал приехал мужчина запарковался к нему подходит охранник и говорит причем здесь припарковался ты не видишь что там сзади номера и что номера и что номера это общая городская парковка какие нахрен номера берешь ножницы перерезаешь выкидываешь это нафиг что-то взяли моду если у них здесь есть номера повесили они что или как знаете есть таблички только для сотрудников банка или там еще чего-то нет таких табличек но нету абсолютно допустим идешь висит кирпич а под ним надпись только есть только для сотрудников банка он кирпич либо для всех либо не для кого вот то же самое здесь я бы на месте мужика сказал бы слушай давай-ка не будем уже тем более сказали уже даже по телевизору показывает что-то незаконный запад территорий или знаете как москве там столбца не огораживают это все незаконно дем закрыт и чем дем закрыт а вот этот вот store ну apple store или как он там называется он продолжает работать ну потому что видимо они же заявили о том что они будут продолжать работать но они сначала как бы закрылись ведь а и чем дем все прикрыл свою контору то есть они временно закрылись они не работают у меня кстати у соседки подруга работает в h&m надо кстати спросить насколько они закрываются но мне кажется пока не установится в это все курс доллара и прочее там что они не могут мало того что курс доллара во вторых еще поставки оттуда из европы так что скорее всего наверное это пока есть на неопределенный срок но samsung продолжают работать там все нормально грузовой вот прошел сегодня я все тестирование фотоконтроля и прочее и в общем короче говоря а вот у меня тут какой-то циферка 3 появилась тут какая-то циферка 3 повышенный приоритете чем больше баллов тем быстрее поступают заказы вот брейдинга у меня нет короба нет ничего нет короче сейчас включу тариф грузовой пока только подключился я к двум тарифам это доставка и экспресс вернее доставка экспресс и тариф грузовой в общем сейчас подключимся грузовому и посмотрим будут ли заказ и тариф доставку потому что ну как то не знаю он у нас кстати на доме повесили наш флаг вот подключился только к тарифу грузовой потому что по нему заказы с более высокой оплатой а по тарифу курьер там 100 рублевые заказы это мы потом не сегодня будем катать это мы покатаем отдельно вот я буду продолжать выкладывать видео на youtube буду продолжать выкладывать видео на яндекс дзен потому что неизвестно что сейчас пока с этим совсем творится и чтобы не потерять ни там ни там канал и соответственно я буду все выкладывать в общем вышел как я видите на линии вот поиск заказов но я так понимаю что заказа ну он ищет но я боюсь что здесь нет смысла но я постою конечно не такой пробный вариант я просто просто попробую это приложение чтобы все подключилось что были пройдены все фотоконтроли и прочего пока вроде бы как бы все прошло тесты я сдал и по тарифу курьеры по тарифу грузовой тесты я все прошел вот здесь вот написано гарантия от 6600 но это гарантия значит от 35 заказов но вы понимаете да что непосредственно сделать на тарифе грузовой 35 заказов это нереально вот можно выбрать режим по пути домой тут акции скидки новости про бонусы и тарифы все вот в таком положении находится телефон когда ты на линии в общем вот это вот локация радар он крутится вот круг крутится крутится лавеха пока не мутится но видимо не знаю но сегодня еще такой день суббота как бы вряд ли что-то сегодня кто-то по идее надо выезжать к таким магазинам как леруа мерлен мы сегодня пробный вариант я просто постою посмотрю как это работает что все это работало уже потом там завтра грубо говоря с утреца я уже поеду к торговому комплексу тем более на носу 8 марта и короче говоря будем там стоять и рубить лавандов заказы еще не поступил но я сижу сегодня всего лишь меньше пяти минут а очень многие здесь есть автомобили которые забрендированы здесь по моему вот только в соседнем доме два или три ларгуса обитает и скорее всего но постоянно ки они я вижу здесь они постоянно стоят и ждут заказов они брендированы поэтому в случае если придет заказ то в первую очередь он придет конечно же им они мне потому что я не забрендирован и буду ли я брендироваться я пока не знаю потому что надо посмотреть что будет заказами сколько будет заказов плюс все-таки хочется поговорить с человеком у которого машина брендовая чтобы узнать если вообще реальные преимущества но пока я слышу только одно что да преимущество есть и здесь это указано плюс можно еще поставить короб на крышу это вот с логотипом яндекс такси но вопрос где его взять за свои деньги покупать его не буду так как он мне нахрен не нужен а если дадут бесплатно ну или там как-то будут с него какие-то там брать копейки я не знаю может быть но тут есть парочку ларгусов которые вот с такими коробами есть поэтому как то так ну очень короче посмотрим потестируем чё как будет вот но когда я подключался на газелище когда только все это начиналось там не было никаких тестов ничего но потому что видимо только начинали и вообще не известно что сейчас будет нас уже запугивают но с той стороны про яндекс про все про это но пока не нагнетаем просто смотрим что будет дальше вот как то так ладно посидим посмотрим если ничего не придет я сегодня такой пробный день я завершу а вот завтра уже я нормально выйду и буду уже поеду куда-нибудь к торговым центром и буду там стоять что здесь делает тариф детский смотрите тариф экспресс тариф грузовой тариф курьер но тариф экспресс и курьер это одно и то же в принципе доставка только экспресс это значит когда надо человеку быстро хотя и не понимаем чем разница да если пробка то тут быстрее ты уже не поедешь а вот тариф детский недоступен по ряду причин у меня вопрос тариф детский куда в кузов коляску перевозить вместе с ребенком или что но видимо какой-то глюк здесь произошел или может быть просто человек который меня подключал непосредственно что-то перепутал и киданул мне сюда еще и тариф детский вот видите у меня пока включен тариф грузовой я думаю что если я подключу тариф курьер то а может быть он вместо тарифа детского наверно мне тариф детский пиндюрил а надо было доставку вот на на что он мне сделал ладно сейчас мы это все это дело проверим не заказ я его не взял и сейчас я посмотрю как это работает так сейчас я уйду с линии так а можно как-то это посмотреть где у меня был заказ так что-то я не знаю в общем короче говоря как мне посмотреть когда какой был заказ в общем приходил заказ октябрьской набережной 12 корпус 2 до каких-то деревни пеньки что-то там надо было загрузить в общем ехать мне час хреново куку его я понимаю что с этих пеньков я не уеду абсолютно никуда вот но при этом я понимаю что заказы все-таки какие-то поступают и заработать что-то можно так ну что друзья мои проверил я чтоб все работало даже заказ пришел вот значит заказ не этот не взял так как было долгая поездка посмотрел я где находится деревня пеньки это в хреново куку его ехать туда час сорок сейчас пробки 7 баллов и сами понимаете дальше туда ты доедешь тут сколько будет стоить заказ ну наверное где-то может быть тысячу рублей где-то так плюс еще там была заморочка кстати нельзя почему-то посмотреть этот заказ но там была заморочка что надо было куда-то въехать что-то там куда-то позвонить в общем какая-то такая шляпа поэтому я решил что ну его нафиг тем более пока ты туда доедешь ты спалишь весь бензин а бензин у меня не так много там и в общем короче вот как только начинаю говорить так начинает звукать что там такое пробки вроде нет короче шляпа какая вот поэтому завтра с утречка я встану уже подготовленным что там такое где-то орет а где непонятно в общем встану завтра подготовленным уже поеду стану возле леруа мерлена чтоб там не что-нибудь прилетела вот но сам факт того что заказы есть и прилетела мне где-то минут через двадцать то есть реально заработать можно но здесь тоже надо понимать какой заказ брать и куда везти лучше сделать два маленьких заказа по району нежели чем ехать куда-то в хреново кукуева и оттуда возвращаться пустым вот это тоже не вариант так что завтра встанем тогда на линию и уже нормально посмотрим что там и как так ну что в общем пришла смс от яши вы не прошли фотоконтроль в чем причина а причина в том что он не увидел задних ремней безопасности на задних сиденьях которых там в принципе нету ну когда уже яндекс переделать вот эту вот вот этот сервис чтобы он все-таки различал легковые автомобили и грузовые ведь когда ты проходишь фотоконтроль то ты проходишь фотоконтроль по легковому транспорту и он просит задние сиденья нету в автомобиле задних сидений в грузовом тариф если это не грузопассажирский тариф яша пожалуйста пересмотри свою политику ну поменяй ты сделает ли тарифы грузовой отдельный какой-то фотоконтроль я не знаю как это вот уже видите начинаются проблемы не нашел задних ремней то есть передние я сфоткал одинаково абсолютно что передние что задние то есть в передних сиденьях он увидел ремни а на задних сиденьях такая же фотографии он ремней не увидел какая шляпа ну ладно это уже будет завтра я уже сегодня не хочу ничего завтра с утречка я встану я сфотографирую уже и посмотрим что будет при этом я 20 минут сидел 20 или сколько-то минут я сидел он все проверял и вот понял что такая ошибка но это бывает такие как-то так так сейчас секундочку друзья я выключу смотрю здесь тик ток общаюсь с девушкой которую семьей привезли из донецка на территорию россии их поселили в какой-то санаторий в общем ну я хотел посмотреть как как что в общем там за все благодарят спасибо все вкусно я в прямом эфире задаю ей вопросы вы расскажите что у вас там происходит кто кого она гать я уже не первый раз отвечала но я видимо первый раз я пишу и что я первый раз вас она говорит успокойтесь не русский вот видите как ну смысле не мы не поняли посыл короче ладно так что я еще раз вам говорю не поддавайтесь фейковым информации запчасти пришли мне сегодня запчасти на мой автомобиль марки citroen это радик радиатор самое дорогое но это не самое дорогое потому что самое дорогое это рулевая рейка и пружины которых я не заказал потому что сейчас они возросли в цене так что мама не горю к сожалению я денег не могу на это сейчас потратить потому что неизвестно что будет дальше поэтому сейчас распакуем мешок и посмотрим что там внутри так здесь что написано а берлингу вот видите подписал мне мой друг за что ему огромное спасибо у меня просто выручает и запчасти со скидкой и чуть ли не домой привозит мы не чуть ли а домой привозит поэтому огромное ему спасибо кстати у него брата забрали но он контрактник и его забрали сами знаете куда поэтому дай бог чтобы там все было хорошо он вернулся туда живым и невредимым так что так сейчас раскроем и посмотрим а вот друзья мои что у нас происходит уже четвертый час вот такая вот жуткая пробка не понимаю из-за чего сегодня вроде выходной день может быть люди поехали скупать какие-нибудь мегу не мегу не знаю кольцевая состоит поэтому когда мне сегодня приходил заказ в какую-то там деревне уже забыл как пеньки пеньки сайте на куда ехать в такое время так что посмотрим что еще завтра будет как будет завтра обстановка на начинаем разбор вот это самое главное это масло total fluid на citroen короче надо мне залить гидроусилитель потому что жидкости у меня там абсолютно нет эта жидкость масло кто как называет в общем вот оно а тут написано вообще что-то тут даже как-то не написано это точно но я музыка а вот худра 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 лик флюид ну вот для гидроусилителя в общем надо будет завтра это взять с собой и залить вообще надо какой-то придумать органайзер чтобы держать непосредственно этого машине стоит такое а он там где-то чек есть я не знаю оставил он чек или нет ну ладно так это что такое люфт фильтр а это фильтр скорее всего наверно воздушный но не скорее всего воздушный так вот это что такое это у нас что опоровая шара шаровая опора господи боже мой шаровая опора и должно быть 2 насколько я понимаю задние меня там по моему на диагностике сказали что задний опор опора шаровая берлинга citroen xara и бежо партнер поэтому вот из мюнхена прямо пришлось германии поставляете вот так вот санкции санкциями а запчасти по расписанию так еще один фильтр он сразу заказал два чтобы на случай если мало ли все потом подорожает но фильтр это меняется при замене масла при тошки будет как запасной так это тоже хорошо дальше что это такое это у нас что это такой держатель глушителя ну вот это конечно можно было и не покупать но раз надо значит надо я хочу чтобы у меня в машине все работало вот далее значит фильтро фильтр понятно то же самый масляный фильтр то есть сразу заказал он 2 так это еще один держатель а это стоп стопорно и кольцо стопорное кольцо и это что субпорт да это суппорт у нас получается это тоже суппорт похоже как на кольцо ну ладно господи суппорт не суппорт так ладно это у нас пошлиその что это у нас такое это суспензион berlingo x сара так чуть такой это вообще это что опор или что так здесь не написано я просто не могу понять бит суспензион что такое суспензион ладно будем разбираться я пока еще просто не все понимаю что в этом ситро и не такого так их таких 2 да здесь тоже написано citroen peugeot berlingo xara пикассо ладно так вот это что такое тяжелая какой мам дорогая brims bacon то есть запчасти видите они и не дешевые и ну то есть как бы такие приличные немецкие то есть не самый дешман так о это колодки ребята это задние колодки так что вот задние колодки но мне видимо смотрели там посмотрели так и что еще и еще это у нас silent блок рычага silent блок рычага а он один их должно быть два по идее так сейчас 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 тоже да ну вот silent блок все может тут ничего нет ну вот смотрите пожалуйста так это я открывать не буду конечно короче радик silent блоки фильтры масляный воздушный а значит что еще вот эти вот шаровые опоры 2 да и что еще значит колодки задние жидкость гидроусилителя держатель глушителя и значит суппорт и опора а стопорное кольцо стопорное кольцо по моему как-то не так выглядел как мне казалось ну не знаю может носить строение по-другому неважно короче все вот это мне обошлось в 13000 рублей а сейчас уже это стоит где-то 18 поэтому я успел вот как говорится все это заказать так что вот теперь осталось найти контору который будет этим заниматься но масло я залью сам значит фильтра можно в самому по не меняет только на на главное знать где они находятся но это надо будет еще разбираться вот и еще нужно будет купить свечи обязательно потому что свечи надо менять масло надо менять но это я уже буду делать когда потеплеет ибо сейчас на холоде масло менять не хочется пока на этом поезжу еще а потом я конечно залью масло и тем более что масло сейчас очень подорожало на стоит просто сумасшедших денег на косарь и возросло масло стоимость масла поэтому мы это все будем тоже со временем менять так что вот как-то так ребята